По инициативе президента России с января 2018 года семьям, в которых родился первый ребенок, начали начислять ежемесячные выплаты. Одним из первых в Краснодарском крае эти средства получили семьи Славянского района. О новой мере господдержки семей и ее получателях наш следующий материал. Недавно в семье Амельчак отметили маленький юбилей – месяц жизни дочери Миланы. Она стала первым ребенком, рожденным в 2018 году в роддоме Славянска на Кубани. 1 января 2018 значится в ее свидетельстве о рождении. Благодаря этому счастливая семья Амельчак стала одной из тех, кто уже в феврале этого года перешел из претендентов в разряд получателей социальной выплаты, полагающейся при рождении первенца. Сложностей никаких не было, потому что мы услышали, пришли, нам дали ряд, которые надо сдать документы, мы собрали и в течение буквально дня, на следующий день мы все сдали. Деньги, которые начала получать семья, конечно же, пойдут на нужды ребенка, говорит мама Наталья Амельчак. В первую очередь они планируют купить кроватку. Мы счастливы. Спасибо за то, что существует такая программа. Ну, как бы, я думаю, что не только мы счастливы, но и все мамы счастливы. Потому что денег на детей не хватает, уходит очень много. Мне кажется, каждая мать нуждается в такой помощи, в такой поддержке. До декретного отпуска Наталья работала поваром. Теперь она получает положенные в декрете выплаты от работодателя. И до исполнения дочери полутора лет, как и другие мамы района, родившие первенца в 2018 году, будет получать средства господдержки. Более 30 мам, родивших первых детей, обратились за консультацией. Им доведен перечень необходимых документов. И уже 13 мамочек оформили данные виды пособий. И уже нескольким первым мамам выплаты произведены. При условии, что доходы на одного члена семьи не превышают полуторакратный размер прожиточного минимума, который составляет 16 711 рублей 50 копеек, размер ежемесячной выплаты на первого ребёнка составит 9845 рублей. Для того, чтобы получить выплату, семье необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту проживания. Заявление нужно успеть подать в течение первых шести месяцев после рождения ребёнка, для того, чтобы перерыва в сроках не было. Выплата назначается сроком на один год, при последующей переаттестации на последующие ещё полгода. Выплаты Управление социальной защиты населения производит в полном объёме, регулярно, в установленные сроки. Поэтому никаких задержек в выплатах получатели не имеют. За последние годы значительно возросла государственная поддержка семей. Материнский капитал при рождении второго ребёнка, различные программы и субсидии стимулировали значительное увеличение в стране семей, в которых растят двух и более детей. Новую выплату можно считать очередным витком соцподдержки, которая теперь должна поддержать те семьи, которые только собираются познакомиться со счастьем называться родителями. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».